всем привет я вам уже показывала как приготовить потрясающе вкусный паштет из говяжьей печени у нас также на канале есть паштет из куриной грудки с грибами а сегодня хочу вам показать паштет из куриной печени с копченой грудинкой получается он просто невероятный а вид готовых бутербродов очень и очень аппетитно выглядит но сейчас не скупимся на лайки проверяем подписку и погнали и для приготовления этого паштета нам понадобится куриная печень 800 грамм копченая свиная грудинка 400 грамм лука репчатого 200 300 грамм в очищенном виде моркови 100 200 грамм в очищенном виде перец черный молотый 1 3 грамма немного соли буквально 12 18 грамм из специй беру кориандр молотый 1 грамм и мускатный орех 1 грамм сливки 200 250 грамм печень моем просматриваем каждую чтобы не попалась желчи и удаляем крупные протоки ну а также можете чуть-чуть помельче нарезать каждую печень на три-четыре кусочка некоторые пишут что куриная печень горчит вот смотрите совсем небольшая протока но в ней видна желчь вот такие места нужно удалять и печень горчит не будет теперь подготовим овощи моем чистим снова моем затем нарезаем теперь нарезаем копченую грудинку предварительно удалив шкуру а а а все нарезано все подготовлено ставим раскаляться глубокую сковороду или небольшой казан и будем обжаривать сначала грудинку ни растительного масла ничего нам не потребуется грудинка жирная жир вытопиться когда обжарится половину убираем укладываем на бумажное полотенце чтобы стеклее остатки жира и на остаточном жиру будем обжаривать овощи когда овощи дойдут до готовности вводим печень печень обжариваем буквально до побеления затем накрываем крышкой и оставляем на остаточном жару протомиться минут десять а а чуть не забыла вам сказать перед тем как отключить плиту и накрыть крышкой нам нужно добавить соль перец молотый кориандр и мускат нерех теперь пробиваем при помощи блендера в однородную массу затем вливаем кипяченые точнее даже кипящие сливки и именно сливками регулируем густоту нашего паштета а а паштет готов разливаем по небольшим емкостям и отправляем в холодильник сейчас он выглядит как очень-очень жидкий но когда он постоит в холодильнике жирок застынет и паштет будет нежным и потрясающе вкусным кстати этот паштет можно спокойно хранить в морозилке затем размораживать через холодильник свойств своих и вкуса он от этого не потеряет с этого количества продуктов получается килограмм 400 грамм готового паштета фасуем по контейнерам на каждом напишите дату изготовления в холодильнике можно хранить два-три дня в морозилке несколько месяцев покупать в холодильнике можно купить ее в столе в холодильнике можно купить емкостер с куб ém por в омоленки и ловили могут быть купить в холодильнике в холодильнике а деньгар и ideal а и и Готово. Пробуем. Для бутёпродов лучше, конечно же, брать чёрный хлебушек. Ммм, нежнейший паштет, кусочки жареного бекона, а с лучком лёгкий-лёгкий привкус свежести. К примеру, остренькая. Кстати, не переборщите с солью. Я немножко перепутала вначале, когда заявляла описание, сказала, что солью надо будет 12-18 грамм. Перепутала 10-12 грамм соли. Очень вкусно. Посмотрите, какие нарядные, какие красивые, ароматные и очень вкусные бутерброды с паштетом у нас с вами сегодня получились. Радуйте себя, радуйте свою семью. Такие бутерброды можно подать и на праздник для гостей. Ну, а мы на сегодня прощаемся. Ваши фотоотзывы жду по ссылочкам, которые найдёте в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин